Уж простите меня, хохлы естественно среди обитания. Вот так вот мы живем. С проблемами материального характера. Для того, чтобы получить паспорта и перевести на русский свидетельство о рождении, нужны деньги. Супруг не может найти стабильную работу, а Елена занята воспитанием детей и внуком оденца. Как известно, без паспорта нет и гражданства. На пособие и детские деньги семья рассчитывать не может. Нет у них законных оснований для этого. Просто нет. Я для всех до сих пор. Я украинка. У меня нет паспорта, у меня нет ничего. Я не могу. Мне сейчас в соцслужбу бы бежать. Понимаете? Вот это все дети. Вот трое. Им объявили, будете питаться бесплатно. Через три дня приходят, вон оба плачут. Почему? Нам не дают. Ну они-то не понимают еще дети. Почему? Потому что вот у нас справок нет. И вот они на нас дети. Ну как вот мне говорят. Почему вы не едете, справки эти не берете? Я не могу объяснить, чтобы мне их никто не даст. Семейство живет в селе Новый Белый Яр. Дом им предоставили ульяновцы. Условия таковы. Год жить бесплатно, но затем его необходимо выкупить. Елена призналась, что денег у них не хватает даже на продукты. О покупке жилья и речи не может быть. Просто без ничего совершенно. Просто картошка. Вот вчера. Чем вы ужинали вчера? Картошка с помидорами. С помидорами. Ну свое, выращенное есть. Все. В ней даже масло. Ну нету. Ну нету. С момента переселения в Ульяновск местная соцзащита оказывает посильную помощь. Но для того, чтобы получить поддержку в полном объеме, необходимо гражданство. Чтобы дело с оформлением сдвинулось с мертвой точки, мы обратились к уполномоченному по правам человека. Через неделю после нашего визита Людмила Крутилина поделилась новостями. Их бесплатно будут они посещать детский сад. Потому что один ребенок там 15-го года, а один ребенок чуть постарше, но детсадовский. К школе их собрали. Им оказали всю необходимую помощь и в канцтоварах, и в приобретении формы. То есть они приняли участие в акции «Помоги собраться в школу». То есть все необходимое, что они должны получить, они все получат. У соцзащиты они сейчас на контроле. И все меры поддержки будут им, конечно же, оказаны. Ульяновская интериальная палата тоже включилась в процесс. Юристы безвозмездно заверили и перевели документы многодетной семьи. Паспорта уже ждут в семью Гелих в Чердоклинском филиале Федеральной миграционной службы. Людмила Крутилина уверяет, что если нужен трансфер до райцентра, его предоставят. Дело о гражданстве и материальной помощи продвигается. Для того, чтобы оформить детские выплаты, родителям достаточно забрать готовые паспорта. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.